цитирую например показать вам всю журожай завидуйте а я так не вижу а вот так показываю вам свежие результаты то что я сегодня привез вот это вот груша это качестве разгрузки без оперыва вот это вот это гигант подмосковья хотя бы примерно ориентироваться можно кушать так гигант подмосковья так вот это интересная вещь хоть одна крупная оказалась позорился розмарин посмотрите какая красота это большая лига и то и то еще большая лига есть фотографии фотографировано с 500 граммов а это 300 грамм вот это вот такой прошлогодний засуха до сих пор сказывается это примерно в два раза меньше нормальный нормальный вес обычно красавица это осенний сорт четвертая когда она полежит с массивом ничего не ныгрыше теперь смотрим сюда груша мраборда и это четвертая часть но это не значит что она не вкусная просто я привык поражать размерами а тут поражающим красотой так и наконец формал вот это вот загадка у него якобы в родственниках сама эта санс находится сама редмелба вот посмотрите какая красота а меня постоянно спрашивают когда я черенками торгую от имени а вот это уже не с моего сада вот и вот это не с моего сада вот это вот вот это вот вот это от Чернобаева вот сегодня заезжал еще у него это косточек взял на реализацию персика так вот вот эта вот красота и вот эта вот да вот выражайся в большей вот что получилось и чтобы мы будем все знали а то а то а что это такое нет не могут где-то найти в википедии еще где-то ну все показал как как мог так вот идем дальше теперь начинается самая обычная нудная 2254 лекция письмо в комментарии к этому видео я написал про изменения которые произошли с нашей груши ага загадка какая она у нас уникальна ее ураганный ветер 2020 года сломал так осталась одна тоненькая веточка упираясь в землю на изломанном пне ветка на следующий год вы пришли волосочки и сразу много кстати это свойство груш вот теперь дальше теперь это конкурирующие ветки стволы в один из таких стволов была в апреле сделана прививка заметьте это я понимаю речь идет про этот год про 23 или прошлый на ближайшие две прививки ветках плоды поменяли форму и увеличились в период в два раза но если посмотреть на эти шифры она решила было 58 стало 174 то получили что прививки на подвое дали не прививки а именно что по двое без прививок а прививки ярославянам увеличились практически в три раза видели вот это одно письмо вот ну и смотрим декада не есть декада даже смотреть не хочется не то что пробовал внимание просто получилось по мне культурная груша здорово вот примерно наоборот это действительно такие вещи случаются крайне редко подвое так сильно влияет что может испортить сорт я не знаю смотрит ли один из наших как бы сказать вроде бы из нас сегодня был с ним серьезный разговор там получалось так что сильно сильно в худшую сторону плоды а он покупал не все-таки это один из два примера вот я уже так и так мучал бывает подвое портит ничего не проделать надо подождать может дерево выпрямиться и так бывало то есть исправиться станет намного культурнее но все-таки чем почему мы должны сильно огорчаться если они услышали 5 на 10 получая имеет отрицательную характеристику когда тут же рядом случаются такие чудеса помните мои персики они привели вот они шаломая дали 240 грамм то есть вот вот забираться не стал смотрим дальше вот вот это вот значит такой комментарий пришел он тоже интересен почему он тоже повышает наш уровень и наши знания это иронично даже чуть-чуть сердитое письмо как бы камень мой адрес реклама двигателя торговли самая морозостойкая на планете шелковица это круто мой адрес я утверждаю что моя шелковица самая морозостойкая и вот в тюмени случилось чудо я в тюмени выращиваю шелковицу 8 лет 8 деревьев тюмена прислали из Болдовы Краснодарского края то есть получается что если верить в них все не случилось эти южные они по идее должны быть мертвы а они почему-то живы то есть не замерзли ну пока верим села под зиму зашли весной дружно отбирала сходы перевозила первые годы подмерзали кончики воли подберга сейчас адаптировались водоносит не богато и яблони белковато вот ну и дальше она ее пытается улучшить и выводы делает буду считать самую расстройку у меня так теперь давайте разделять как говорится на две эти и так моя укорененная она сохраняет материнское качество то есть уже у Алексея Алексея Целябинский целая лаборатория уже идет продажа саженцев с помощью нашей любимой Галины Матинковой так и вопрос не стоит а кто же апалит а где мужское дерево понимаете вот совсем другое это можно считать как абсолютно разные вещи то есть у нее самая простойкая пускай будет Цельцевая а у меня самая простойкая пускай будет эта самая укорененная все себе разница сейчас почувствуйте вот теперь значит что там случится дальше я не знаю но моя история была такая двести семечек мне прислал хотя бы не шел старшего небеса Александр Петрович ученый агроном он же мой друг знаете редкое сочетание ученый агроном друг железа значит несколько лет мерзли мерзли осталось десять заплодоносило пять а пять не заплодоносило то есть было пять мужских и пять женских заплодоносившие имели плоды вот такие вот то есть не больше чем ноги на медицин и тогда я приучил шелковь да была еще попытка привить но она не удалась понимаете еще хотелось как-то зацепиться за Сибирь но топор я взял это просто вся шелковь это другого места это я применил метод украине вот поэтому давайте пусть будет так вот то что напишет белковата вот значит это ее спасло от замерзания то есть она одичавшая вот и даже не зря из двухсот выжила десять пять если женских пять плодоносила и топор я взял не случайно она не имела никакого значения поэтому мы теперь с ней разделили как бы на это у нее самая мелкая у меня покрупнее у нее самая мордостойкая среди сельцев и самая мордостойкая среди укорененных то есть никаких обид ни у нее теперь она умница она выписала сорт крупноплодный для прививки получится примерно так же я не зря рядом поместил эти две два письма везде поняли да вот значит если ей удалось зацепиться то крупноплодные крупноплодные да удалось зацепиться значит теперь можно ей заниматься так что я желаю успеха может когда-нибудь она тоже станет крупноплодной потому что она умница она выписала крупноплодный для прививки вот ну а там посмотрим так может быть тут надо было поместить яблоки а ну-ка тут я не поместил а вот эту фотографию я сделал буквально неделю назад это мой аппорт алмантинский ну не смотрите что мелкий ну вот такой я все время ссылаюсь на прошлый год который это все это измельчил дикая абсолютная засуха в этом году все мелкое но это аппорт обретите внимание на его форму вот она всегда имеет коническую форму вот если не коническая дальше теперь дальше вот это длинное письмо я я сейчас беру так и это из аэропорта я буду здесь будет считать это будет долго если верить а это википедия википедии верят хотя это видите хотя в ней бывают такие вещи написаны что не дай бог думаешь это откуда сбежал все которые вот это написал и все равно википедии дальше я вас прошу кого интересует я не считаю что это и что это я считаю ну потом вернетесь помедленнее полистаете остановите так и тогда и тогда и тогда вы узнаете что этот вариант Алантидинского порта вовсе не казахстанский не казахский да а вовсе и нет но кто его знает здесь есть фамилии вот он дед Егор переселенец т.т.т. вот а кресло север ах кстати верное это же Алмата по-моему ой как как это самое верное верное это же наверное Алмата старое название вот почему а все таки ху если это правильно 90% у меня память плохая если верное это Алмата вот тогда все правильно и родиной апорта является Казахстан вот кому надо потом меня поправить вот видите какая интересная история а я да ну верно это сразу не врубился когда-то какая-то и ну может быть не Алмата но может быть казахстанский Казахстанский регион по крайней мере посмотрим дальше вот эта тема одна из самых страшных почему потому что еще раз это Елена Александровна ну так же получилось сегодня моя главная собеседница вот когда-то вам придется не просто жить работать вам придется может быть терять работу должности может быть вас будут считать городской сумасшедшим особенно по первости я не успеваю меня не слышат манилиоз не болезнь манилиоз это грибы которые покрывают больное дерево с целью переработки это просто обычное это дело это когда как оно всегда и происходит так вот бороться с ним не надо вот это бесполезно и когда вы это скажете а в стороне миллионы деревьев якобы болеют это будет я специально я как бы посвятил вам этот вебинар да наполовину наполовину вот и получается что что это будет страшная вещь когда ваши допустим вы когда-то станете а я надеюсь на это там ректором даже не НИИ а может быть вуза надо всех переучивать это тоже благородное дело но не в качестве преподавателя когда вас слышат 50 студентов из них половина спит или смотрит эти свои гаджеты вот а в качестве руководителя а ваши преподаватели учат бороться с манилиозом вот вы представляете какая у вас судьба вам нужна мощнейшая поддержка вам нужна там на самом верху чтобы кто-то хоть один вам поверил вот иначе не пробиться я за 20 лет ничего не добился как было у меня ну ладно там меня слушали тысяча полторы а сейчас меня за неделю слышало 500 но если брать на круг за все годы ну это будет 3-5 тысяч те кто уже знает что манилиозом не то что нельзя не надо бороться нельзя бороться это глупость величайшая вот уровень и тот желаю вам удачи вот следующее я ознакомлю с уважаемым человеком одними с половиной я увидел подвижник уникальный человек он работает с детьми вот я работаю с детьми но у меня особая судьба а у него своя судьба вот этот человек который вдруг каким каким судьбами он стал руководителем ну так не имея даже официальной должности батарейского сада вот про этот фильм видел далека почти все из вас тут не смотрят с вами новичков этот фильм видели да и что они увидели значит прекрасный ботанический сад но это так же как вот сад имени Крутовского он же и музей и остался музей в том плане что там практически не развивалась новая садоводство я имею ввиду новая сорта рядом и не сей незамерзающий когда он стал незамерзающим надо было сразу сделать такой же рывок как мы сделали садоводство там все одинаково вот севернее а так же греет этот плотина и не сей незамерзающий и вот получается что пример такой же а и здесь когда я с ним познакомился я мы сели как приехали ко мне я его угостил я я его показал я его угощал тем что от всех прятал очень крупные сливы персики этим угощал вы спросите чем я не угощал и вот наконец я высказал ему самое главное этот ботанический сад может стать мировой величиной вот конечно это не это самое не Тверская академия в глухой провинции также почистить расчистить убрать сорняки оставить то что украшает сад гигантские голубые ели гигантские туи как почему они до сих пор живы непонятно хозяина больше уже нет царства небесных сошникова уникального садовода вот все это сохранено все но останется музеем а я говорю берем сотню из моих лучших я сейчас спросил так робко до кого говорю не знаю но это же аренда это в конце концов дело администрации все ногорска оно и надо я не знаю и надо чтобы это был сад новый мои пятьдесят сто сортобразцов клонов посадить там несколько лет может быть зуба на полку потому что он же мне в открытии говорил в фильме мы в минусе но проходит несколько лет хорошо бы иметь еще какого-то донора по деньгам донора по деньгам потому что это надо еще ухаживать надо вырасти вот и тогда эти пятьдесят сто сортов переедет это же напротив меня а там на несколько раз все теплее а я все знаю я все замерил все проверил несколько раз и там персики уже укрывать не надо и тогда туда поедут люди вот как сейчас мы развиваем внутренний туризм потому что нам кислород перекрывает ну знаете что российские машины уже не пускают даже рядом вот она Финляндия вот она Венгрия Болгарию никуда не пускают все и получается внутренний туризм и сюда может люди ехать не тысячу в год как сейчас а тысячу в день и вот тогда деньги гребите лопатой уважаемый Олег Владимирович вот это я посвящаю вам вот этот вот кусочек вот и тем у кого могут зачесаться руки вот ну и уже возраст не тот 10-15 лет я бы сказал а давай на это аренду пополам я тебе такой сад выращу у тебя очередь будет и вот так вот будешь только билетиками торговать рублей по 300 по 500 вот и думать куда потом это покупать Роллс Ройс или этот вот это беспроигрышное дело но я знаю что сказать последнюю фразу скорее всего я говорю пустоту а реальность вот она между нами несколько километров а за вашу работу с детьми вам огромное спасибо мое отношение к детям знают все вот и для меня самые уважаемые люди вот такие как коллег так персик персик это я садил себе далеко ходить не надо трех метрах отсюда выкапывал и садил садил половину наклонку половину вертикально по принципу сдохнет вертикальная эти не сдохнут потому что и это один раз я выросил четыре саженца мне прислали бруски я потом отчитывался первый год приказы выросли зимой замерзли потом пошли от корней второй год я думаю персик шлихта о это порода я должен довести а мне надо для чего это было что-нибудь взять и это и на свои я думаю у меня редко так бывало это один из редких случаев слабоволия ну вы знаете человек не всегда здоров вы знаете об этом мне то все это веточки срезать и в холодильник или погреб а потом привить на местное подвое и у меня персик шлихта был бы а ничего есть фотографии вот так обмотал на второй год замерз за корни вот все нормально и было снега достаточно пришла весна он не только мертвый был сам а это был мощный куст фотографии есть я не выдумаю вот мощный куст замерз и корни замерзли то есть в этот раз из земли не вылигло ничего вот и так я потерял а где же я возьму а я вырастил его из косточки возможно он был бы меньше мельче то есть он первый показал все четыре куста вывели. Окончательно я понял, что. Первое, что он абсолютно негоден в сибирских условиях по сравнению с Хасанским. А второе, что я себе выдрал бы волосы от себя, но у меня их просто нет. Идем дальше. Теперь. Обстоятельства говорить не буду. Вы знаете, что такое обстоятельства? Я пишу, дал объявление и здесь объявляю. Буду продавать костик персиков без ограничений. Если вы откроете у меня каталог, вы увидите. Вот 10 костиков и до свидания. Я хотел размазать на всю зиму, чтобы как можно больше было точек. Вот, допустим, началось с того, что этот самый Кирилл Заванду мне сразу что купил. А как я могу отказать человеку, который является дежурным по Казахстану? Да, дежурным по Казахстану. Да, вот теперь объединяет казахских казахстанских судоводов. Молодец. Он попросил 100 штук. Я ему 100 штук вышел. А потом сказал, нет, давай по 10. Да, даже по 5 продавал. Ограничивал. А так случилось. Вот мне сейчас нужно продать штук 500. Сразу. Пожалуйста, покупайте. Кто-то те же 5, кто-то те же 10. Одновременно еще заказывают сливы, вишни, абрикосы. Одновременно с этим. Вот. Ну, пожалуйста. Вот. Теперь без ограничений. Уже сразу тут же человек заказал три по 10 один. Другой просто 30. И так далее. Три по 10 это три сорта у меня. Вот, пожалуйста, любуйтесь. Сорт минусинский. Да, все всегда подчеркну. Сфотография сделана в саду у Чернобаева. Вот, молодец какой. Вот. Ну, подчеркиваю, 90% сада Чернобаева преднадлежит моим серенкам и его уникальной можно сказать подвижнической работе. Вот. Представляете, если бы не он много бы я вам продал. Показать. Вот это весь мой урожай, извините. Ну, и много бы я Россию обеспечивал. Ну, как видите. Ну, и Мезину прислал 200 косточек броскова. Вот. Броскова я не выращиваю, не выращивал. И ни одного дерева у меня нет и не было. Потому что те погибшие персики шлихта скорее всего никого отношения к этому не имеет. А Мезинов тоже без ограничений. Ну, если говорить, просто деньги нужны. Мезинов просто взял и вырастил и мои Хасанские, и мои Минусинские, и мои нет. И от Броскова эти фотографии там у него есть. Так я назвал Персик Боргского. Лучше выражать вам Персик Боргского. Он, наверное, 200 штук прислал. И тогда получается, пока есть возможность, заказывайте 5-5-5-10-10-10-10 и так далее. Все, высказался. Вот. А мои неукрытые вот эти красавцы. Сколько дали. Так, интересная подога. Да, заметьте, я всегда никогда не привлечу. Вот. Никому не завидую. По одной простой причине. Как я могу завидовать своим синякам и моим жальцам сортам. Так, поехали. Приезжает очень симпатичный мужчина. Сразу спросил, не старовер? Нет. Вот. Кажется, он приехал из Канцка? Нет. В Канцку другие приехали. Шарипова. Ну, где-то оттуда. Вот. Ему надо было 6 шелковиц. Шелковица выращивала Юлия Сергеевна. Вот она так. Мы пошли, пока он ехал, мы выкопались и упаковали вот в такие вот они без кореней. Ой, то есть вы, 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 они без этого, без горшков. Они были укоренены просто. Выросли прекрасные эти саренцы получились. Шестук он купил скромно по тысяче рублей. Что у него получится? На север везет. Посмотрим. Вот. А вот это, знаете, что у него в руках? Вот со всех шести вот столько было срезано беспощадно мною. Вот. Я сказал, если у вас, уважаемый, сюда вот, где-то кто-то в роду имеет повышенный сахар, везите это лекарство. Везите. Вот. Вот так вот было. На сайте дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok